Иран. Все более забавные новости. Олег Адольфович за 29 ноября 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу поблагодарить Владимира Рамиля за денежную поддержку моей работы через донат. И еще раз напомнить и сказать отдельное спасибо Андрею Александровичу за донат с благодарностью за статьи Олега Адольфовича. Огромное сердечное спасибо всем. А остальным напоминаю, что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования и нуждается в помощи в распространении публикуемого контента, репостами, лайками и комментариями более пяти слов. Спасибо за понимание. Поехали. Добрый вечер, империя. Вроде начал выходить из безвремения болезни. Последние трое суток просто спал. Организм категорически соглашался вставать исключительно на кружку чая и по естественным нуждам. Так что искренне желаю всем здоровья. Не болейте. Не нужно этого. Ну а мы желаем Адольфовичу скорейшего выздоровления. Между тем, событие поднакопилось, только успевая разгребать. Как всегда, ваш автор ищет нечто такое, о чем будут истерить на Западе в ближайшие дни. Эта тема как раз из подобных. На снимке военный корабль США. Нечто из ордера авианосца США Дуайт Д. Эйзенхаур, который 26 ноября входил в Персидский залив. Самое смешное в этом снимке то, что он является кадром из видеозаписи иранского БПЛА. Тот вполне себе беспрепятственно. Снимал особо охраняемую авианосную группу американских военных кораблей, которая то ли не видела его присутствия, то ли не решилась сбивать беспилотники. Их там было минимум три. Снимали с разных ракурсов. Смешное в том, что с помощью БПЛА запросто планируются атаки на корабли. А Иран уже объявил, что противокорабельный гиперзвук у него в наличии. И если что, персы применят его без соплей и сантиментов. Видео было сделано прямо в Армузском проливе. Но тут куда смешнее то, что весь Персидский залив в зоне досягаемости иранских ракет. В случае чего из залива не уйдет ни авианосец, ни любой другой военный корабль США. Тегеран вообще в последние дни распоясывался. Так и сыплет заявлениями одно хлеще другого. И все против Америки и ее союзников. Выясняется, что мало того, что нагло и практически открыто снимали ордер, так еще и заставили ВМС США посадить все вертолеты на палубы своих кораблей при проходе через Армузский пролив. Центральное командование США подтвердило в понедельник, что ударная группа США во главе с авианосцем USS Eisenhower прошла через Армузский пролив воды Персидского залива. В Центком добавили, что ударная группа будет осуществлять патрулирование для обеспечения свободы судоходства по ключевым международным водным путям, а также поддерживать требования Центком по всему региону. Интересно, как американцы будут поддерживать требования Центком по всему региону, учитывая десятки атак на военные базы США как раз по всему региону? Пока никто не трогал базы в Саудовской Аравии, Катаре и Аманит, но это только пока, ибо партизаны не спят и строят новые козни против эльфов, а партизан на Ближнем Востоке становится все больше. Хвал от Сахал. Казалось бы, персы всегда были отмороженными на всю голову в отношении США, но тут степень отмороженности просто зашкаливает. Если Иран требует посадить вертолеты и Америка подчиняется, то это порождает в Тегеране иллюзию всемогущества и безнаказанности. Но а как еще объяснить наглость Ксир, который не только высылает беспилотники, но и своими боевыми кораблями контролирует проход авианосной ударной группы рядом со своими берегами? А это вообще наглость? Или у этой наглости есть основания для наглости? Как оказалось, оснований достаточно, даже более чем. Иран добился значительных технологических прорывов в своей оборонной промышленности, что позволяет ему обнаруживать, нацеливать и перехватывать новейшие истребители в 35 американского производства, сообщил информационному агентству начальник исследовательской организации самообеспечения армейских сил противовоздушной обороны. По словам генерала Самада Ага Мохаммади, глобальная гонка за разработкой передовых технических средств, используемых в воздушном нападении, сталкивается с противовоздушной обороной, имеющей решающее значение для защиты от растущих угроз. Вооруженные силы Ирана и Корпус Стражей Исламской Революции Ксир постоянно исследуют и наблюдают за разработками стран мира в области обороны с целью модернизации систем страны для противодействия любым угрозам. Ой, а как так получилось? А очень просто. Когда в минувшем сентябре Иран закупил в России первую партию самолетов Як-130, никто на Западе даже не почесался. Подумаешь, учебно-боевой легкий тренажер для иранских пилотов. Да, его можно использовать в качестве некого ударного аппарата, но его боевые возможности весьма малы. Сказано же, это учебно-боевой самолет. Легкий, ненароком чихнешь, его с полосы сдувает. Суть в другом. Як-130 на то и учебно-боевой, что позволяет отрабатывать на нем навыки пилотирования целой кучи других боевых машин. От Су-27 и МиГ-29 до Су-35 и Су-57. То есть до поколений 4+, и 5. А это уж совсем иной калинкор. Если у персов появятся такие машинки, в регионе много кому резко поплохеет. Похоже, время поплохеть уже на подходе. В заявлении информационному агентству Тасним, заместитель министра обороны Ирана, бригадный генерал Махди Фарахи, сообщил, что Иран завершил разработку планов по включению российских военных самолетов в состав вооруженных сил страны. Окончательный план включает развертывание истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-реактивных самолетов Як-130. Генерал Фарахи подчеркнул, что передовые самолеты вскоре поступят в распоряжение Ирана и в настоящее время ведутся необходимые процессы по их интеграции в боевые подразделения вооруженных сил Ирана. Этот шаг подчеркивает приверженность Ирана повышению своего военного потенциала и боеготовности. Примечательно, что Иран может похвастаться самым обширным парком военных вертолетов в регионе, как с точки зрения количества, так и возможностей. Фарахи подчеркнул текущие усилия по модернизации возможностей этих вертолетов в рамках различных проектов. Примечательно, что Иран в последние годы не приобретал новых истребителей, за исключением нескольких российских истребителей МиГ-29 «Фулкрум», приобретенных в 1990-х годах. Что интересно, наши молчат как рыба об лед. Но Махди и Фарахи не из тех, кто будет издавать звуковые волны без повода. В этом плане персы очень похожи на нас. Клещами слов не вытянешь, но если уже начнут, пугать не остановишь. К тому же опыт противодействия американскому и любому западному флоту у них достаточно богат. И самое главное, они не стесняются брать американцев в плен. Причем берут показательно, с соплями морпехов на весь мир, стоянием на коленях под прицелами автоматов бойцов Ксир. И ничего прокатывало уже не раз. Страшной карой так и не последовало. А переговоры об освобождении были совсем уж унизительными для Вашингтона. Но тема сейчас о другом. Су-35, Мин-28 и комплекс ПО С-400 уже представляют очень грозную силу для этого театра предполагаемых военных действий. И тут самое время напомнить, что санкции ООН на поставку вооружений в Иран уже истекли. Все ограничения наложенной резолюции Совбеза за номером 2231 закончились 18 октября сего года. Не прошло и полутора месяцев, а Тегеран и Москва уже снюхались. Кстати, любые попытки продлить резолюцию 2231 натолкнулись на вето России и Китая. В этом плане у Москвы и Пекина свои резоны. Но они не мешают друг другу зарабатывать на персах свои денежки. Мало того, окончание резолюции 2231 возвращает Ирану контроль над рядом активов, замороженных ранее в западных банках. Так что персам есть чем расплатиться с друзьями. Як-130 был первой ласточкой. Новости о возможности поставки С-400 в Иран Запад тоже проглотил без раздумий, ибо новость была еще в конце лета. А там ведь действовала резолюция 2231. И Россия, как благонадежная страна в смысле соблюдения международного права, не имела права поставлять С-400 налево и направо. Но вот пришел октябрь. И всем сразу стало интересно, были ли эти слова просто очередным белым шумом, или за ними действительно что-то есть. Новость о поставке Су-35 ставит точку под этим вопросом. Из Ирана приезжают всякие шахеды и прочие БПЛА, а в Иран едут самолеты и ПВО. Кстати, некие злые языки утверждают, что не только БПЛА богат Иран, оттуда едут в Россию некие интересные ракеты. Врут, наверное. Но вот то, что между нами торговый оборот бьет все прошлые рекорды, сомнений не вызывает. Сотрудничество между Ираном и Россией в оборонном секторе претерпело значительные изменения, поскольку две страны подписали крупные соглашения по укреплению экономического, торгового, энергетического и военного сотрудничества. Еще в феврале посол России в Тегеране Алексей Дедов заявил журналистам, что торговые отношения между Россией и Ираном достигли рекордного уровня в 4,6 миллиарда долларов в 2022 году, что на 15% больше, чем годом ранее. Но надо же, кто бы мог подумать. К слову, по итогам 2023 года этот рекорд могут побить еще вдвое. Русские медленно запрягают, да персы быстро скачут, если есть на чем. А судя по последним новостям, и есть на чем. Иран и Россия также сделали выбор в пользу использования национальных валют для улучшения своих экономических отношений. Согласно изданию, посол Ирана в России Казем Джалали сказал, до 60% торговли между Россией и Ираном осуществляется в национальных валютах двух стран, рубле и реале. Но мы должны снизить 40% долю доллара. Сокращение использования доллара США в двусторонней торговле, по словам посла, уменьшит влияние доллара на российско-иранское экономическое партнерство. Недоработочка. В объеме всей нашей торговли в России доллар уже ушел ниже 20%. А вот товарищи в Челмах явно опаздывают. Впрочем, им простительно. У них за 40 лет санкций выработался такой нюх на параллельный импорт, что можно обзавидоваться. А нас лупанули сразу по всем областям. Нам пришлось искать решение прямо на бегу. К тому же почти весь период санкций Тегеран прожил в долларовом пространстве. А ему потихоньку приходит тихий каюк. Теперь на движение некоторых стран глобального юга без слез не взглянешь. Помните, как неделю назад Аргентина заявляла, что возьмет бензопилу и тут же покрошит в капусту связи с Россией и Китаем. И тут же откажется от вступления в БРИКС. А оно должно произойти уже в январе 2024 года. Так вот, уже никто ничего не берет и не крошит. Новый глава МИД Аргентины уже пояснил, что сеньор-президент просто погорячился от радости. Но никто в Буэнос-Айресе даже не думает о разрыве связей. И тем более об отказе от БРИКС. Нема дурных. И даже ЦБ Аргентины передумали разгонять. Еще забавнее ситуация в Африке. Помните такую страну Нигерию, которая в свое время сбивала коалицию для похода на Нигер после государственного переворота. Так вот, в Нигерии тоже уже никто никуда не идет. Поход в Нигер закончился, так и не начавшись. А буквально на днях власти Нигерии на весь мир заявили, что им тоже нужно в БРИКС. Срочно-присрочно, ибо очередь уже и без них слишком длинная. На фоне новостей из Аргентины и Нигерии иранские вести выглядят слишком уж пресными и причесанными. Но вот по своим последствиям они дадут фору и Латинской Америке, и Африке. Да, Верховный Айатала не трясет бензопилой. Он все-таки солидный мужчина, в отличие от нового президента Аргентины. И Али Хамени будут помнить очень долго. А кто в простом народе в России вспомнит имя нового президента страны Пампасов? Я-то знаю, но это вопрос на засыпку. И слава богу, что почти никто не знает ответ. Не того уровня политик даже до мадам Марин Лепен не дотягивает, не говоря уже об Эрике Зимури или Викторе Орбане. Измельчал латиноамериканский политикум, износился. А вот в Азии что не год, то новое яркое имя. Вот что значит молодая исламская цивилизация. Олег Адульфович, Иран. Все более забавные новости.